Обмен Автор Get me out of here Перевод Арсенику Глава 4 Деловая поездка Ну скорее, нон-нон, мы же так на поезд опоздаем! Вопила розовая пони повеса, рыся по твоему крыльцу. Секундочку, уже иду! Крикнул ты ей из окна спальни, в торопях напяливая куртку, распихивая по карманам бумажник и ключи. Вот так всегда бывает, когда откладываешь сборы на потом. Блять, где моя сумка со шмотками? Здесь. Багажная сумка подплыла к тебе, окруженная золотистым сиянием. Ты схватил ее, и тут же перед тобой предстала безмятежная улыбка и многоцветная грива силисти, экс-принцессы Эквестрии, твоей иждивенки-бездельницы. Ох, не нравится мне твоя улыбка, соседушка, сказал ты, закидывая сумку за плечо. Чё-то ты слишком радуешься моему отъезду. Мне что, еще раз провести инструктаж? Нет, Анунимус, я все прекрасно поняла. Вздохнув, она подняла копыта, как жеребенок-скаут, приносящий присягу. Сим, клянусь, что во время твоего пребывания в контрлуте я не стану устраивать здесь вечеринок, оргий, вакханалий и любых их сочетаний. В твое отсутствие я сделаю все, что в моих силах, чтобы дом твой оставался цел и невредим. Ты похлопал солнцелошадь по голове, отчего ее улыбка стала чуточку шире. Чудно. Не скажу, конечно, что я доверяю тебе целиком и полностью, но если успеешь прибраться за собой до моего возвращения, жаловаться не стану. Хех, ты хмыкнул про себя, невольно представив Селестию эдакой иконской версии Ферриса Блюера, отчаянно пытающуюся убрать весь бардак за считанные минуты до твоего возвращения. Тебе даже на секундочку захотелось, чтобы она выкинула что-нибудь эдакое, из чисто упырского желания тупо позырить. Сколь бы ты не улыбался, мой маленький человек, мне все равно кажется, что тебе не терпится увидеть, как я вляпаюсь в неприятности. Хех, блин, спалился. Придется отшучиваться. Ага, как же. Слушай, а ты точно не хочешь поехать с нами? Она мотнула головой. Нет, с моей стороны было бы совершенно неразумно испытывать терпение Луны столь ранним возвращением из изгнания. Ей нужен десяток-другой лет, чтобы поостыть. Но ты не переживай об этом, развлекайся и не позволяй Пинки Пай тебя загонять. Ну, это ты прям загнула. Нонон, ты куда пропал? Раздался очередной вопль снизу. Ух, ебать. Эх, кажись, мой выход. До скорого, соседушка. Доброго тебе пути. Ответила она с той самой улыбкой, от которой тебя начинают грезть сомнения. Спустившись вниз и ступив за порог, ты увидел розовую угрозу, скачущую в нетерпении по твоему крыльцу. Наконец-то! Такое чувство, будто я ждала тебя уже. Она театрально осуществила глаза. ВЕЕЕЧНОСТЬ! Хм, прости. Это моя дурацкая привычка откладывать сборы на потом. Она тут же улыбнулась в ответ. Да всё в порядке. Вот только мистер и миссис Кейк уже ушли. Так что, потоп-потоп-топали. Крепко сжимая в руках ремень багажной сумки, ты пошёл вслед за розовой пони на Панивильский вокзал. Ох, да уж, неделька выдалась просто чумовая. Даже со всеми нанятыми Кейками-помощниками вы еле-еле успели приготовить все блюда и закуски из огромного заказа для приближающегося съезда администраторов погодной службы в Контерлосском Мэйрот-отеле. Теперь оставалось помочь Пинке и Кейкам доставить его. Хорошая новость заключалась в том, что от вас требовалось просто передать с ней персоналу отеля, а остальное их заботы. Плохой же новостью оказалось то, что на обратный поезд в тот же день вам было никак не успеть, а потому придётся заночевать в Контерлоте. Ты вздрогнул. От одной мысли, что тебе придётся отправиться в Контерлот без сопровождения Селестии, становилось как-то не по себе. Это же получается, что ты добровольно ступишь на её территорию. Оставалось только надеяться, что Гей сумеет защитить тебя. От того, что ты не понимал, как работает магия, надежда эта слабла. С другой стороны, пока что это конкретное заклинание вполне эффективно отваживало от тебя, страдающую Аспергера, маленькую принцессу-оликорницу. Так что, может, всё и обойдётся. Пинки напевала какой-то радостный мотивчик, наверное, репетировала музыкальный сюрприз, чтобы позже обрушить его на головы ничего не подозревающих, огорчённых чем-то пони. Мелодия заглушала твои тревоги и помогала понять, что эта розовая поняха – настоящее сокровище. А скольким грустным, испуганным или рассерженным пони она уже успела помочь, порой даже принудительно, увидеть мир в радужных цветах. Наверное, бесчётному множеству. Ты решил, что это знак. Нужно смотреть на поездку с лучшей стороны и воспринимать её как возможность, пусть и ненадолго, отвлечься от повседневных забот. Ты смотрел, как пригородные селения тают вдали по мере того, как поезд сбирался всё выше на гору Контерлот. Пока что поездка была большей частью приятной. Кейки расположились в своём купе чуть дальше по проходу от того, в котором ты ехал с поняшкой-улыбашкой. Которая всю дорогу не замолкала ни на секунду. Кто б сомневался. Благо, её голос был мелодичен от природы, поэтому ты наслаждался видом за окном, пропуская её болтовню мимо ушей, как музыку в лифте, например. Задумавшись, что же сейчас делает Селестия, ты заметил, что неосознанно потираешь браслет её Гейса и расплываешься в улыбке. Глупая коняга. Наверное, она сейчас или разносит дом по кусочку, или валяется на диване, не зная, чем заняться. А может, именно потому она не знает, чем заняться, что уже сломала всё, что было можно. Ни раз и не два, вернувшись домой с работы, ты обнаруживал, что она устроила очередную катастрофу, да такую, что у тебя закипала в жилах кровь. Если задуматься, ты до сих пор так и не оправился от того случая с соусом гаукамоле. Но что не переставало тебя поражать, так это выражение мордахи, с которым она встречала тебя на пороге. Такое, как у собаки, которая в отсутствии хозяина раздербанила что-то очень ценное. Выражение, в котором дерзкая игривость смешалась со стыдом, восторгом и немым упрёком, мол, сам виноват, что оставил меня одну. Трудно было злиться, когда она так на тебя смотрела. Интересно, она всегда умела прикидываться такой очаровательной, или же этот навык был выработан за долгую жизнь. Наверное, по чуть-чуть и то, и другое. Вздохнув, ты закрыл глаза и отвернулся от окна. Сколь бы ты ни пыжился, а мысли так и норовили вернуться к вещам более важным. Перед глазами возник вдруг образ Селестии и вопрос, над которым ты бился уже месяц как. Ну, только-только же расслабился, а? Попросить её уйти было бы нетрудно. Дело в том, что даже доплата за только что закончившиеся сверхурочные отодвинула твоё банкротство всего на пару недель. Но ты об этом не скажешь, потому что боишься. Боишься не из-за напряжёнки с деньгами, а из-за туманного будущего. Нет, тебе было страшно потому, что ты точно знал, стоит попросить её уйти, она уйдёт. Как пидать. А ты уже не мог себе представить жизнь без неё. Сама эта мысль пробрала тебя до костей. Хрень какая-то. Она втёрлась в твою жизнь, постоянно приводила тебя в бешенство. А ты этому радовался. И когда это ты успел к ней так привязаться? А потом она нажала на кнопку аварийный режим, управляющие стержни были извлечены, и началось расправление ядра реактора. И вот так была уничтожена нация кентавров. Почему тебе не нравится пони, нон-нон? Странно, её голос вдруг сбился с ритма. Э-э, что за глупости, Пинки? Конечно, мне нравятся пони. Мне нравишься ты, и Кейки, и многие другие пони. Блин, да мне даже Санцезаде по-своему нравится. Она замотала головой. Ты же знаешь, что я не об этом спросила. Ну вот. Так ты решила опять завести шарманку про особенных пони? Слушай, Пинки. Она спрыгнула со скамейки, и, опёршись передними ногами тебе на колени, привнула к твоему лицу. Да брось, нон-нон. Я знаю как минимум троих пони, которые к тебе неровно дышат. Почему бы и не дать им шанс? Ой, мы уже об этом говорили. Ответил ты, отводя от неё взгляд. Там, откуда я родом, это считается совершенно неприличным. И пусть у меня, скорее всего, никогда не получится вернуться на родину, я всё равно не могу. Мне приятна твоя забота, но это совершенно лишнее. Правда. От этих слов розовая пони обиженно поджала ушки. Нон-нон, пора бы тебе научиться прислушиваться к зову сердца. Иногда разум не может решить задачку. В такие моменты лучше не грузить его, а просто сделать то, что кажется правильным. Она вздохнула и попрелась обратно к своей скамейке. А знаешь, не такой уж это и плохой совет, если не доводить до крайности. Ты, конечно, не верил, что однажды скатишься до того, чтобы влюбиться в лошадь, но зов сердца, он же умнее чуть я нутром, не раз тебя выручал. Да, ёлы-палы, ты же во многом благодаря именно чуйке сумел пройти все испытания на пути к чёртовому шару Селестии. А если копнуть, найдётся уйма примеров того, как интуиция спасала твою шкуру. Может, ты и вправду слишком много думал с тех пор, как вернулся? Надо попробовать. Ты закрыл глаза, глубоко вздохнул и сделал то, что сейчас казалось самым правильным. Две сильных руки подхватили растерянную маленькую пони, прежде чем та успела добраться до своей скамейки на другой стороне купе. Под сдавленный удивлённый писк ты сжал её в объятиях. Спасибо, Пинки, за то, что стала моей лучшей подругой. Прости, что не так часто это говорю. Я знаю, что ты желаешь мне только самого лучшего, и я очень за это признателен. Правда. Она мигом пришла в себя и одарила тебя в ответ своими крепкими пинки-обнимашками, не сказав при этом ни слова. Когда момент нежности прошёл, она решила не идти никуда, а остаться сидеть рядом с тобой. Ты, пользуясь возможностью, запустил пальцы в её пушистую гриву. Ты говоришь, аж три пони по мне вздыхают. Не скажешь, кто? Это секрет, Нон-Нон. Я дала пинки клятлу, что никому не проболтаюсь. — хихикнула она. — Ну, знаю, как серьёзно ты к этому относишься, а не рискнуть переспрашивать. Наверное, нужно просто быть немного внимательнее и искать понях, которые ведут себя странно, да? Она грустно усмехнулась. — Нон-Нон, да ты же не заметишь, даже если она будет стоять прямо перед тобой. У тебя лоб твёрже анонима, самого твёрдого материала открытого пони. — Хм, наверное, стоило бы обидеться, но она сказала это так, что ты не смог сдержать усмешки. В памяти всплыло событие из тех приятных дней, когда Твайлетт ещё не начала шизить. Она так радовалась, открыв во время одного из экспериментов новый сперхплотный материал. Ты в то время уже наловчился уклоняться от её попыток ухаживания, а она решила, что ты просто не понимаешь намёков. В отчаянии она назвала новый элемент в твою честь. Но это ведь можно воспринять и как то, что вы с ней одинаково непоколебимы. — Эй, смотри, Ноннон, что это? Ты проследил за взглядом Пинки, прильнувшей к окну. Вы уже подъезжали к антерлоту и вполне могли разглядеть огромное сооружение, возводящееся на окраине города. С первого взгляда оно было похоже на спортивную арену или что-то вроде того. Без понятия, явно что-то грандиозное. Стук в дверь купе отвлёк тебя от созерцания. Пинки тоже отвлеклась, посмотрев, кто пришёл. За порогом оказалась Латершай с липовыми усами, в галстуке и тёмных очках. — О, хэллоу вам, путники! — воскликнула она с самым ужасным фальшивым акцентом, который ты только слышал. — Я есть мистер Нифлюташай. И есть очень большой фанат чил-овеков. Я узнаю, что на этот поезд есть чил-овек. Прошу, не могли бы выдать мне автограф, да? Она вынулась под крыла, блокнотик и ручку, и зажала их в рот, устаившись на тебя с глупой улыбкой. — Ого, Нон-Нон, твой первый фанат! — оживилась Пинки. — Ну вы, друзья, это всегда так здорово. Давай, проходи, располагайся. Флаттершай робко вошла в купе, всё время испуганно озираясь по сторонам, не замечая, что приклеенные усы слегка перекосились. Пинки подскочила к ней и обняла копытом за плечи. — Ой, да не стесняйся ты! Знаю, он кажется страшным, но на самом деле Нон-Нон просто душка. Я уверена, он с радостью подпишет тебе автограф. — Праздничная пони обратила к тебе взгляд, полный надежды, но ты лишь скрестил руки, продолжая броять взглядом маленькую пегаску. — Флаттершай, что за хрень ты выдумала? Кое-как замаскированная пони испуганно пискнула и отскочила в сторону. На её мордашке стали проступать капельки пота. — Я думаю, вы ошибаться. Меня зовут мистер Нифлюташай. Я никогда не слышал про очень красивый пегасус Флаттершай в моей жизни. Она решила осторожно улыбнуться. — Прошу, не могли бы выдать мне автограф, да? — Да уж, не будь у этих мармеладных коняжек по татуировке на каждом полупопе, может быть, маскировка и сработала бы. Но это... Смотреть стыдно. — Нет, даже и не думай, ничего не выйдет. С этими словами ты ловко подхватил маленькую пегаску. Она попыталась сбрыкнуть, испуганно поглядывая на твои волшебные браслеты, но тут же успокоилась, стоило тебе выставить её обратно в коридор. — Будь добра, как увидишь принцессу Спергер, передай ей, чтоб прекращала меня заёбывать. Сказал ты и закрыл дверь купе, и на защёлку запер, ну так, на всякий случай. Пинки бросила на тебя сердитый взгляд. — Это было супер-пупер невежливо, нон-нон. Он ведь просто хотел автограф от настоящего человека. — Ах, Пинки, это была Флаттершай с фальшивыми усами. И было что-то от меня нужно. Уверен, этот Твайлот её ко мне подослала. Если бы только её. — Конечно, не только её. Последние несколько недель желтомямля, вертихвостка и скоросония всячески пытались тебя доставать. Рэлити пыталась распускать совершенно нелепые слухи с переменным успехом. Рейнбоу везде и всюду таскала за собой то дождевые, то снеговые облака, что было уже неприятнее. Однако стоило разжиться зонтиком с магической защитой от молнии, и все её потуги стали совершенно бесплодны. А ничего нового Пегаска так и не придумала. А Флаттершай... Ну... Флаттершай пыталась... Вот что она только что пыталась сделать? Практически сразу стало ясно, что за всем этим стоит Твайлайт. Непонятно было только, зачем ей это. Пинки ошарашенно уставилась на тебя. Правда? С ума сойти, нон-нон! Как ты узнал её под такой маскировкой? Она же... Она же была безупречна! Хм... Тебе на секундочку показалось, что слишком уж она огорчена провалом Флаттер Размазни. Да нет, опять у тебя паранойя какая-то. Старая добрая человеческая интуиция, а что бы я... Ладно, давай собираться. Кажись, уже почти приехали. Ты почувствовал, как состав стал сбавлять ход, приближаясь к станции. Сняв с полки сумку с вещами, ты помог Пинки собраться, и вы вышли к Кейкам. Тиканье часов в номере тебя самого чуть до тика не довело. Так и хотелось снять чертов девайса стены и расколошматить его о пол. Уже второй час ты не мог уснуть. Проворчав, ты поднялся в кровати и посмотрел в окно на огни ночного города. От прогулки по вечерным улочкам, а тем более от знакомства с ночной жизнью Контрлота, ты решил отказаться. Потому что чем раньше ты ляжешь спать, тем раньше сможешь сесть на поезд и убраться подальше отсюда. План, конечно, был хорош. И вдобавок тебе повезло, что Кейки согласились приютить Пинки у себя в номере. Вообще, она должна была ночевать с тобой, но ты смог убедительно доказать, что проведи ты ночь в одной с ней постели, поползут слухи, от которых лучше никому не станет. Ну да, то, что ты живешь под одной крышей с кобылой, которая, по всеобщему мнению, является эталоном красоты. Ты не думал, что у вас с Пинки может что-то случиться. Просто хотел выспаться в тишине и покое. Ты усмехнулся, мысленно пожалев Кейков. Похоже, даже уехав из города, они не смогут провести ночь вдвоем, без детей. Ну да, ведь Пинки им была как дочь еще до рождения двойняшек. Она и сейчас для них как ребенок, они же любят ее пуще жизни. А значит, за тобой теперь должок. Может, отработать как-нибудь сверхурочно и бесплатно? Блядь, деньги. Вот почему все упирается в деньги? И снова в голове зашевелились тревожные мысли. Какой уж теперь сон. Ты выскочил из постели в одних трусах и пошлепал в ванную, хлебнуть водички. А когда ты вернулся в комнату, невольно выронил стакан с водой. Привет, Анон. Твайлайт. К горлу поступила желчь, а сердце, кажется, пропустило пару ударов. Перед тобой стояла пурпурная оликорница собственной персоной. Ее тело окружало тусклое магическое сияние, и глядела на тебя так пристально, что кровь стыла в жилах. Прошло 880 часов. 13 минут и 25 секунд с нашей последней встречи. Ты скучал по мне? Нет. Не особо. Пробормотал ты. Страх из твоего голоса можно было ведрами черпать. Она издала тот самый милый смешок, который ты слышал бесчисленное множество раз. Он напоминал о временах беззаботных, когда этого кошмара и в помине не было. О временах, когда все было совсем несерьезно. Ну, как тебе тогда казалось. Анон, ты со мной всегда так холоден и пренебрежителен. Это одно из тех качеств, которые мне в тебе нравятся. Так мило наблюдать, как ты пытаешься предотвратить неизбежное. И я все рассчитала. Вероятность того, что мы поженимся в течение следующих 60 дней, составляет ровно 73,25112 процента. Кажется, кто-то стал прогуливать математику, став принцессой. Агась, тебе только и хватило на то, чтобы ляпнуть какую-то чушь, пытаясь выиграивать немного времени на обдумывание ситуации. Каким, сука, чудом она сюда попала? Гейс не дал бы ей пробраться так близко. Бля-бля-бля. Ты взглянул на запястье. Никакой реакции. Она что, смогла его обойти? Придумала контрзаклинание? Ты такой забавный. Хорошее чувство юмора. Это пункт номер 12 в моем списке из 453 обязательных качеств идеального партнера. Она облизнула губы и окинула тебя похотливым взглядом Спаркл. И не сомневайся, по остальным 450-дом критериям ты тоже подходишь. Она шагнула тебе. Ты рефлектурно отступил на шаг. Я заметила, как ты только что смотрел на запястье. Наверное, думаешь, почему не сработал Гейс? Вполне предсказуемо. Это не мое настоящее тело, Анон. Она подняла копыта и, как призрак какой-нибудь, просунула его себе в грудь. Это всего лишь астральная проекция, созданная с небольшой помощью древней ритуальной магии зебринских племен. Настолько зыбкая, что Гейселести не видит в нем угрозы с моей стороны. И пусть я не в состоянии прикоснуться к тебе, даже если очень-очень захочу. Теперь мы можем поговорить. Ты выдохнул с облегчением. Если все сказанное правда, то самое худшее, на что она сейчас способна, задолбать тебе в усмерть. Однако это не повод расслабляться. Твай, все, что я хотел тебе сказать, я уже сказал. Так что давай закругляться, у нас в спинке пояс рано утром. Не волнуйся, Анон. Я была к этому готова и времени у меня предостаточно. Проворквала она, улыбаясь и расправляя крылья. Я всего лишь хочу поблагодарить тебя за все. Я выяснила, что это ты добыл шар для моего возвышения. Я знала, что ты всегда любил меня, хоть и не желала в этом признаваться. Но это... О таком я даже не мечтала. И вскоре я смогу отблагодарить тебя и за подарок, и за твою любовь с немыслимой щедростью. Она подошла к окну и окинула взглядом контрлот. Уверена, ты заметил мой подарок по поди сюда. Его уже возводят на городской окраине. Я зову его Сферу удовольствий. Ее строят специально для нас. Там мы проведем медовый месяц. Пурпурная оликорница обернулась к тебе. Глаза ее сияли в предвкушении. На мгновение тебе вспомнилась прежняя Твайлайт, радостно скачущая по библиотеке после решения очередной никому не нужной задачи. Это было приятное воспоминание. Но вся радость улетучилась, когда ее голос вернул тебя в реальность. Когда ее достроят, все здание будет покрыто зачарованиями, которые запишут каждый момент нашего Саити со всех возможных ракурсов и измерят все возможные параметры всеми известными способами, чтобы потом навеки сохранить те знания в контролузских архивах. Кроме того, магия будет питать наши тела, чтобы мы могли совокупляться весь месяц, не прерываясь ни на миг, и испробовать все действия сексуального характера, какие только возможны между самцом человека и самкой оликорна. Это будет так весело и так познавательно. Она хлопнула в копытце. Ой, ты, наверное, и сам уже сгораешь от нетерпения. Лицо твое побледнело. Твайлайт Спаркл, принцесса Эквестрии, строит для тебя специальный траходром. Место, где ты будешь целый месяц ношать лошадь всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Зашибись, чё. По спине пробежал холодок. Ноги стали подкашиваться. Ты попытался сглотнуть, но в горле пересохло. Твайлайт повернулась к тебе и снова хихикнула. Ах, я так и знала. Ты так рад, что просто слов нет. Но не волнуйся, недолго осталось ждать. Она опять облизнулась, а ты тем временем собрал всё мужество в кулак и унял нервы. Думать было уже бесполезно. Как сказала Пинки, нужно просто сделать то, что кажется правильным. И где-то в глубине души ты чувствовал, что она защитит тебя. Ты поднял руку, демонстрируя твайлайт запястья. Уверенность начала постепенно возвращаться. Это... это здорово, конечно. Но ты ничего не забыла. Я вот не думаю, что Селестии тебе это позволит. А ты как? Она усмехнулась. Гейс, да, это неприятная помеха, конечно. Но не неустранимая. Следи за мыслью. Курпурная оликорница начала медленно нарезать круги вокруг тебя, как хищник, готовая броситься на жертву. Заклинание окружает тебя, подобно мощной крепости на вершине горы. И врата этой крепости никогда мне не откроются. И стены выдержат любую осаду. Она остановилась прямо перед тобой и окинула самым невинным взглядом, на который была способна. Но мне не нужно входить через врата. Не нужно рушить стены, чтобы получить то, чего я хочу. Мне нужна единственная трещинка, единственный шаткий камушек, чтобы найти путь внутрь. И снова этот ее похотливый взгляд. А ну, ни одна крепость, ни одно заклинание не идеально. Не думаю, что все время нашей разлуки я сидела сложа копыта. Я испытывала, зондировала, искала пределы, изучала принципы, коснулась копытами и надавила на каждый камешек в стене. Недолго осталось. И то, что мы ведем эту беседу, только первый плод моих открытий, построенных на результатах экспериментов и данных, собранных другими. Она поднялась на задние ноги и в развалочку зашигала к тебе, поддерживая равновесие крыльями. А если я не найду лазейки, что ж, придется снести гуру и крепость пойдет сама собой. Вайлайт подошла достаточно близко, чтобы попытаться поцеловать тебя. Однако ее губы прошли сквозь тебя. Ты заметил, как кольца Гейса вспыхнули чуть ярче, и ее призрачное тело рассеялось. Напуганный до потери пульса и едва не задыхающийся, ты повалился на кровать. Да, ничего страшного вроде бы и не произошло, но ты все равно не мог отделаться от ощущения, что только что чуть было не погиб. Все еще пытаясь унять нервную дрожь, ты повернулся к ванной и там увидел стакан, разбившийся несколько минут назад. Вот только теперь он снова был целым и невредимым. Как она... Блять, она же сказала, что все это время экспериментировала. Так что же это, было прощупыванием почвы? Ты закрыл глаза и представил Селестию. Никогда прежде ты так сильно не желал поскорее увидеть санцы лошадь. Адреналин потихоньку покидал кровоток. Ты сосредоточился на ее образе и провалился в сумрачный, беспокойный сон. С четырнадцатого раза ты попал таки ключом в скважину. Наконец-то ты снова дома. За всю ночь ты проспал всего часа два-три и теперь вырубался на ходу. Ху с ними, с деньгами. Работник из тебя сегодня все равно никакой. Ты открыл дверь и шагнул внутрь. Ты вышел наружу, закрыл дверь, сосчитал до трех и снова открыл ее. Ага, не померещилось. Вся ебучая гостиная была под завязку забита сокровищами, самоцветами, монетками, золотыми коронами, скипетрами и прочей ювелиркой. Посреди всего этого, зарывшись мордой в ведерко неаполитанского мороженого, сидела Селестия. Краем глаза, показывающимся над ведерком, она заметила тебя и медленно подняла к тебе заляпанную мороженым мордаху. Что? Выпалил ты. Ой, да ладно, Анонимус. Это далеко не самое страшное, зачем ты меня застукал. Ну это уже в первой, блядь, пятерке, коняга ненормальная. Ты что натворила? Ты что, банк грабанула? Она промокнула мордочку салфеткой. Ну, разумеется, нет, что за вздор. Я просто попросила вернуть должок одного старого знакомого из драконьих кланов. Ты шагнул в дом и чуть не подскользнулся на горстке идеально ограненных алмазов. Должок, говоришь? А на крыле у тебя что? Экс-принцесса подняла крыло и, нахмурившись, уставилась на красное пятно. Вот ведь незадача. Драконью кровь невероятно сложно вывести с перьев. Она такая горячая, что въедается в плюмаж практически намертво. Юрок вспыхнул, когда она попыталась очистить оперение магией. Тебя начало колотить. Я... Пожалуйста, ответь мне, только честно. Стоит ли ожидать со дня на день взбешенного дракона, который спалит к чертям мой дом? Комнату наполнил мелодичный смех Селестии. Нет, не переживай. Я отправила его на внеочередную спячку. Поэтому ближайшие две-две с половиной сотни лет о нем можно не беспокоиться. Словно в тумане ты добрел до дивана, смахнул с одной из подушек кучу монет, гораздо большую, чем мог бы заработать за год, и осторожно присел. Ты уставился на Селестию, разинув рот. Она на ответ просто улыбнулась и поднесла тебе магии, непочатую банку неаполитаны. Мороженку. 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 Продолжение следует...